2009 год. Нью-Йорк. Директор компании Big Apple Music Awards Стелла Бэйджан рассказывает журналистам об успехах своего собственного музыкального конкурса для молодых артистов. А это уже 2016-й. Дела явно идут в гору. У нас есть участники из Афганистана, но, к сожалению, не все попали на конкурс. 2018-й. Стелла Бэйджан из гламурной дивы превращается в подсудимую. Министерство юстиции США обвиняет женщину в мошенничестве с визами, незаконном ввозе иностранцев в США и отмывании денег. Сейчас предприимчивая гражданка ждет вердикта американской Фемиды. Дина Акоповна. Дина Акоповна, она же Диана Григорян, тоже в списке обвиняемых. Телеведущую многие знают в Армении. Она работала на местном канале. И одновременно, по версии следствия, поставляла клиентов своей американской знакомой Стелли. В последнее время девушка на публике не появляется. Говорят, скрывается где-то в Ереване. Американцы уже объявили Дину Акоповну в розыск. У Соединенных Штатов и Армении нет соглашения об экстрадиции. Но ясно одно. Мы будем использовать все наши возможности, чтобы вернуть эту женщину сюда. И здесь она должна предстать перед американским судом. Всего в преступной группе состояли три уроженки Армении. Они придумали хитрую схему. Компания Big Apple Music Awards, возглавляемая Байджан, помогала всем желающим получить визу категории B. Это когда артистам, музыкантам, художникам и спортсменам дают право приехать в Америку, чтобы познакомить Штаты с уникальным национальным творчеством. Байджан и ее подельницы творчески подошли к делу. По версии следствия, они записывали армянских псевдозвезд в несуществующие танцевальные коллективы, составляли для них график гастролей по городам США, готовили ненастоящих музыкантов и танцоров к собеседованию. Стоимость услуг от трех до пятнадцати тысяч, в зависимости от сложности дела. Компания Стеллы Байджан зарегистрирована в самом центре Манхэттена. Здесь, на 31-й улице, это многоквартирный жилой дом. На официальном сайте фирмы не указан конкретный номер офиса. Здесь есть только телефон для связи. Ну что ж, попробуем позвонить. Аферу правоохранительные органы США вскрыли не сразу. Сколько человек успели получить липовые визы за годы бурной деятельности компании Байджан, неизвестно. Зато установлены методы работы с клиентами. Байджан и ее помощницы прежде всего учили будущих звезд правильно вести себя на сцене. Псевдоартисты и лжепевцы тщательно продумывают свой образ и выступления на сцене. Вот, например, эта яркая рубашка и вот этот головной убор добавят некий национальный колорит любому костюму. Ну и, конечно, фотосессия. Улыбку еще никто не отменял. Отсмятые фотоснимки прикладывают в качестве доказательств популярности. Шапку можно заменить на кепку. И вот совсем другой образ и другое выступление. В общем, полет, творчество безграничен. И со стороны все выглядит вполне убедительно. Фото. Такие хитрости используют и мошенники, которые хотят получить визу О-1. Это соискатели с якобы экстраординарными способностями. Им нужно доказать иммиграционной службе США, что Америка нуждается в том или ином таланте. На этой сцене выступали и Калас, и Шаляпин, и Рахманинов. Оперный певец Давид Гвинианидзе не раз слышал от псевдоколлег истории о мошенничестве с визами. Ведь ему самому пришлось долго доказывать, что он не верблюд, а самый настоящий баритон. Там у меня было очень много наград, наград от президента Российской Федерации, два антиклобитических изданий, звезда моей имени в Сокольниках, золотая медаль за медсенатство и так далее. Огромное количество этих документов, их собирает вот такую папку. Давид свою грин-карту уже получил. Очень многие недобросовестные люди играют на доверие Америке. На доверие Америке аферисты играют по-разному. Вот лишь несколько направлений работы мошенников. Уже упомянутые экстраординарные способности, то есть виза О-1. Политическое убежище. В этом случае соискатели доказывают, что их преследовали на родине из-за расовой или национальной принадлежности, религиозных убеждений или сексуальной ориентации. И вот еще один вариант. Фиктивный брак. Фиктивный брак в США – один из самых распространенных способов легализации получения заветного синего паспорта. Это популярный сайт для русскоязычных жителей Америки. Рубрика «Знакомство». Здесь пользователи в открытую предлагают жениться или выйти замуж. Брак, деловой брак, чего только нет. В качестве журналистского эксперимента звоним одному из авторов объявления. А скажите, пожалуйста, вообще о каком порядке цен идет речь? 25 и за место в комнате в моей 500. А с вами прям обязательно жить? Ну, конечно. То есть я должна с вами жить как соседка ваша или как жена? Я что-то не очень понимаю. Как жена. Как жена. За участие в преступных схемах и получении миграционных виз через фиктивные браки грозит штраф до 250 тысяч долларов, а также уголовное наказание до 5 лет. Притвориться гомосексуалом или лесбиянкой – почти беспроигрышный вариант для легализации в Америке, рассказывает открытый гей Александр Янкин. Подобных историй, когда человек подает себя за представителя ЛГБТ-сообщества и просит политического убежища, хоть отбавляем. Потому что дело состряпать легко. Любые бумаги с печатями можно купить на Брайтоне или заказать в России. Историю издевательств и избиений найти в интернете. И еще не забыть всплакнуть на интервью. Вот тогда офицер вряд ли догадается, что гей-то не настоящий. Это неправильно, что... и это обман, что человек, будучи гетеросексуалом, подает по ЛГБТ-теме о том, что он преследуется как ЛГБТ у себя на родине. Ну, конечно, это же обман. Но, как говорим, что за американскую мечту люди и родители здесь продают. Поэтому, ну, как бы для легализации любые пути хороши. А покажите, что у вас здесь. Адвокату Майклу Уайлдсу есть что показать. Консультировал даже Миланию Трамп. О проблеме фейковых историй с убежищем Майкл заговорил давно. Но пока его не слышат. Юрист объясняет, офицерами Ньюста США не могут направить запрос, например, в МВД России. И тем самым подтвердить подлинность бумаг заявителя. Такие дела офицерам очень тяжело проверить. И многие соискатели убежища этим пользуются. Но иммиграционные службы будут тщательнее проверять всю информацию и документы. Детально проводить расследования. Ведь у них и сейчас есть за границей свои сотрудники. И вот они как раз и будут помогать с проверками. В Нью-Йорке даже нелегалам живется вполне комфортно, уверена директор по иммиграционным делам мэрии города. Нью-Йорк ведь, вопреки всем усилиям Дональда Трампа, остается городом-убежищем для людей без документов. Единственное, о чем предупреждает Морибель Ривьера, нелегальным иммигрантам не стоит нарушать закон. Любое правонарушение может привести к депортации. Все могут рассчитывать на нашу помощь в городе. И неважно, есть у вас документы или нет. Только из бюджета городской администрации мы выделили 30 миллионов долларов на юридическую поддержку иммигрантов. То есть у нас есть ресурсы, есть адвокаты. Теперь нам только нужно обеспечить упрощенный доступ к ним. И таким образом нашими услугами смогут воспользоваться около 50 тысяч человек. Рассчитывают на помощь адвокатов и обвиняемые в мошенничестве уроженки Армении. Афера с визами может сыграть злую шутку и с клиентами компании Big Apple Music Awards. Есть шанс, что лже-артистам аннулируют визы и даже привлекут к уголовной ответственности. Денис Чередов, Залеко Чичуа, Жан Багиян и Сергей Лавренко. Телекомпания RTVI, Нью-Йорк.